С каждым годом в регионе строят все больше жилья. Показатели прошлого года превышают на 8% значение 2013-го. На заседании правительства обсудили развитие жилищного строительства на территории Ивановской области. Более половины площадей было построено в Иванове. Далее по показателям Кохма. А вот Верхний Ландих не ввел ни одного квадратного метра в 2014 году. Дает о себе знать кризис. Продажи в начале этого года резко упали. Падение спроса связано с ростом процентной ставки по ипотечным кредитам, нестабильностью экономической ситуации в целом, а также с тем, что в 4 квартале 2014 года была реализована значительная часть продаж 2015 года. Доступность жилья – отдельная тема. Несмотря на все программы и подпрограммы, которые направлены на удешевление квадратных метров, желающих приобрести собственные квартиры – немного. Вы сами называете цены на первичном рынке 37-38 тысяч за квадратный метр, а в то же время 35 тысяч предлагается доступное жилье для российской семьи. Неудивительно, что там только один человек, одна семья у вас? На сегодняшний момент, да. А это значит, все существующие в регионе программы по доступности жилья неэффективны, и систему нужно полностью перекраивать. Есть вариант строить для семей с низким доходом арендное жилье. В качестве эксперимента такие проекты сейчас реализуются во многих субъектах страны. Арендная плата не превышает 90 рублей с квадратного метра в месяц. Арендуемые площади для тех категорий граждан, которые будут участвовать в арене этого жилья. Кроме этого, идет и компенсация по налогам. Понятно, что это достаточно длинный для застройщиков процесс капиталовложения. Окупаемость идет до 20 лет. Поэтому здесь мы видим вариант решения только государства частного партнерства. Есть на что пожаловаться и застройщикам. С каждым годом все больше растет градус напряжения в общении с ресурсоснабжающими компаниями. Вот мы посчитали сейчас по новому проекту порядка 20 метров трубы от магистрального газопровода до границы земельного участка. То есть дальше внутри границы мы будем вести за свой счет. 7 миллионов рублей. 20 метров трубы. Какая будет себестоимость, ну, можете себе прикинуть сами. И пока каждая ресурсоснабжающая организация будет извлекать максимум прибыли от застройщика, последнему только и остается повысить цену на готовое жилье. Получается замкнутый круг. Электрики там радостно будут требовать трансформаторную подстанцию и еще что-нибудь. Газовщики вообще молодцы, просто уникально решили свою проблему. Можно теперь не продавать на запад газ там за счет строителей себя продержаться как-нибудь. Если брать за 20 метров по 7 миллионов. То есть мы хотим, чтобы они построили садики, мы хотим, чтобы они сделали благоустройство. При этом мы хотим, чтобы они строили больше и дешевле. Ну, не бывает чудес на свете. Не будет ни больше, ни дешевле. Будет меньше и дороже. Александр Фомин поручил профильному департаменту разработать целый комплекс мероприятий, направленные на изменение ситуации в отрасли жилищного строительства. В том числе подобрать инвестора и разработать один пробный проект для строительства арендного жилья. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Тенденция активного развития ипотечных.